Друзья, у меня открылся собственный магазин игр и аккаунтов overcase.ru Новинки и популярные игры по самым низким ценам А если ты просто хочешь испытать свою удачу, то можешь купить набор с рандомными играми Моментальная поддержка, 24 часа в сутки, гарантии, все это ждет тебя в моем магазине Зайди и получи любую игру на overcase.ru Ссылочка в описании Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер Мы продолжаем играть вместе с вами в офигенную игрушку под названием Scrap Mechanic Друзья, сегодня у нас будет обзор постройчика Я приготовил для вас просто офигительные постройки, которые смог найти в мастерской за последнее время Поэтому прям сейчас смело сверните видосик и поставьте большущий палец вверх Ну а начиная сегодняшнюю серию у нас вот такая вот гигантская машина Я, ребят, сначала вообще не понял, что это такое То есть, ну, на машину это не сильно похоже, да Но у нее тут раз, два, три, четыре колеса с одной стороны, четыре колеса с другой Еще вот здесь какие-то колеса Это просто, ребят, какая-то, ну, непонятная вообще постройка Выглядит, друзья, она реально очень прикольно Вот я вот так оббегаю ее несколько раз И действительно очень-очень здорово все это выглядит Но, друзья, нам нужно найти с вами сидение За которое мы сядем и будем всем этим управлять А, вот оно, вот То есть, вот так немножечко даже спрятали сидение Окей, садимся И всего лишь, ребят, одна кнопка Вау, нифига себе То есть, вот эта кнопочка активирует какие-то ускорители Смотрите, то есть, если я нажимаю Ничего не происходит, ребят, быстрее Эта постройка ехать не начинает То есть, все вот так вот примерно То есть, все примерно одинаково То есть, я вообще не понимаю, зачем нужны вот эти ускорители Вот честное слово, ребят То есть, мы можем вот так вот спокойно кататься А ускорители нам зачем Ребята, непонятно Если вы знаете, напишите, конечно же, об этом в комментариях Будет интересно прочитать ваше мнение Но мне непонятно, ребят, зачем вот эти ускорители вообще поставили Ну, слушайте Вот этот вот жук Очень похож почему-то на жука Вот эта вот постройка Она очень похожа на жука Я, правда, не понимаю, почему Но она действительно забавная, ребят То есть, она какая-то нестандартная Я сначала думал, что это действительно какая-то машина Но нет, ребят Это какой-то просто, ну, жук Вот, смотрите Особенно сзади очень сильно на жука похоже Я, правда, не понимаю, зачем еще нужны именно вот эти вот колесики Ребятки Это просто жесть Вот такая вот она забавная постройка Первая Действительно что-то оригинальное Что-то новое Я думаю, может быть, оно Вот эта вот постройка Может быть, она должна проезжать по различным всяким камням Или препятствиям Но, друзья Очень медленно на самом деле она едет Действительно Очень-очень медленно Вот туда будем мы съезжать? Конечно же, будем И знаете как? Вот так вот мы сейчас едем Просто вот так Бамс Оп И упали Слушайте, главное на колеса, ребят Самое главное, что мы приземлились на колеса Это действительно прикольно Ну, вот такая вот первая у нас постройка Я думаю, что многим она должна понравиться Потому что она оригинальная, ребята Действительно Давненько у нас таких прикольных штук не было Вот она зачем нужна, ребят Вот зачем нужны выскорители Чтобы заезжать вот на всякие такие горочки Вот на всякие такие камни А вот это действительно офигенно, ребят Вот это, вот это, да Давайте еще раз заедем Ну-ка Подъезжаю Подъезжаю, подъезжаю Включаю И мы едем Да, ребята Да, да, да Офигенная постройка Вот за это реально можно поставить лайк автору Действительно, автор постарался Поэтому, если хотите поддержать и меня, и автора данной постройки Поставьте большущий палец вверх под этим роликом Я думаю, что нам будет очень сильно приятно Я думаю, что эта постройка многим должна понравиться Поэтому, ребята, еще раз говорю смело Ставьте большущий палец вверх И погнали к следующей постройке Ребята, а следующая постройка у нас вот такая вот Знаете, это что? В названии было написано, что это Мерседес Я не знаю, сильно похожа на настоящий Мерседес или нет Ну, на самом деле, да Прикольная такая постройка Вот, и смотрите, самое, знаете, что классное? Что эта постройка очень большая Написано, что это Мерседес, ребят Ну, честно, вам решать, очень похожа на Мерседес или нет Как по мне, ну, обычная машина Насчет Мерседеса я не уверен Но, друзья, выглядит действительно здорово Очень-очень круто Очень-очень дизайн Просто потрясающий, ребятки Но, самое главное в машине, в скрипт-механике Это что? Правильно, чтобы она хорошо ездила Нифига себе, какой здесь салон, ребята Вот это да Просто раз, кресло офигенное Два кресла То есть, вот так вот Два у нас места есть Смотрите, на единичку у нас закрывается Открывается вот эта дверь На двоечку открывается капот То есть, мы можем посмотреть, что там находится И там нормально, ребят То есть, автор постарался Автор вот так вот прикольно сделал Так, на троечку у нас начинает вперёд ехать И на четвёрку ещё быстрее, ребята То есть, если мы все... Аааа, нифига себе Нифига себе, ребята У меня аж подлагивать начало Знаете, что было ещё в описании к этой постройке? Что это дрифт-версия То есть, она чисто машинка для дрифта Но оно и видно, ребят Я еду прямо, а она сама уже начинает поворачивать Сама начинает дрифтить И начинает подлагивать жёстко У меня скрипт-механик Но это, ребятки, у нас не оптимизирована игра Будем немножко терпеть Слушайте, да Прямо эта машина вообще не хочет ехать Ну, прям никак То есть, это действительно Вот такая вот дрифт-версия Мерседеса Поэтому, ребятки, на ней только бачком Можно вот так вот повалить Но, слушайте Автор же постарался сделать вот так вот Чтоб только боком мы смогли ездить То есть, прямо Я вообще практически не могу ехать На этой машине Вот, она сама дрифтит, ребят И я считаю, что это действительно круто И оригинально Вот такого реально не было Чтоб машинка чисто только дрифтила Но, ребят, это ещё и небольшой минус Потому что, ну, просто ровно Мы на этой машине проехать не можем Но, как указал автор Если это дрифт-версия То просто ровно нам и не нужно С вами на ней ездить Смотрите, назад она поедет Ну-ка Ну-ка, что, застряли? Нет А смотрите, она зад едет ровно, ребят Да, назад не дрифтит То есть, если нам куда-то надо поехать То мы задом можем вот так добраться И всё Спокойненько, аккуратненько Задом вот так вот поедем Ещё раз вернёмся обязательно Так, ну-ка Ага То есть, она вообще, ребят, не поворачивает Понимаете, я нажимаю Я вообще Что, я сломал её? Серьёзно? Я её сломал? Не может быть, ребят Не может быть Всё, открывается, конечно Не мог я её сломать То есть, ребят Если я хочу повернуть У меня это не получается сделать Потому что машинка поворачивает только сама Понимаете? То есть, если она захочет Она повернёт Вот так вот Я как бы в этом не участвую Ну, слушайте Постройка вот эта действительно офигенная И посмотрите самое главное, ребят На дизайн Дизайн у этой машины Ну, просто шикарный Я не знаю насчёт Мерседеса Но именно как машина выглядит очень здорово Прям реально офигенно Поэтому, друзья Если вам понравилась данная постройка Обязательно напишите об этом в комментариях И погнали к следующей постройке Ребятки А следующая постройка у нас Вот такая вот огромная Какая-то база Какой-то склад Знаете, на что это всё похоже? На какую-то огромную почту Но, может быть, ребят Это просто какие-то склады Сейчас будет интересно узнать Что находится в ДО-3 данной постройки Я её добавил Потому что она действительно большая И мне приглянулось Очень-очень мне нравятся Вот такие постройки Которые очень большие И в них много всего Всякого интересного Вот так вот мы с вами обижали И знаете, что мне больше всего понравилось, ребят? Вот это вот всё То есть действительно Как в настоящих Как в больших вот таких вот зданиях В больших складах Действительно даже есть вентиляция Это очень прикольно, ребятки Также стоят у нас здесь машинки Какая-то небольшая парковочка Интересно Мы можем прокатиться на этой машине? Стоп Не понял, ребят Чё это сейчас было? Нифига себе Как она меня откинула Так, садимся Да, мы можем покататься На этой машине Но давайте это оставим на потом Потому что самое интересное Ждёт нас впереди Когда мы откроем вот эти двери Так, здесь у нас что? Просто обычная машинка Так, её тоже мы можем убрать И давайте попробуем Ага То есть и на ней мы тоже можем покататься Окей, ребят Покатаемся чуть-чуть попозже Здесь у нас что? Какая-то кнопочка Я нажал Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ребятки Подождите Здесь у нас Ага Как-то снизу что-то отъезжает То есть это какие-то дополнительные прицепы Мы можем это всё прицепить Но пока, ребят Мы этим заниматься не будем Потому что я хочу зайти внутрь И посмотреть Что у нас находится Конечно же внутри И здесь просто жесть, ребята Просто жесть Огромные склады Какие-то ящики Какие-то коробки Что-то здесь вообще ещё есть Если вы знаете, что это за место Как оно называется Обязательно напишите в комментариях Будет очень интересно Логистический центр Наверное, вот это всё это называется Потому что здесь действительно Очень много различных всяких товаров И, конечно же, стоят грузовички Смотрите, раз, кнопка, два И это всё мы, наверное, включили свет Наверное, именно так Да, именно вот только свет Вот потому что я заметил Да Свет, ребята, у нас вот здесь включается То есть отдельный вот такой щиток под свет Это действительно классно Это очень продумано Вот здесь у нас что? Раз, дверь открывается Два Ну, понятно И здесь, в общем, ребят Происходит загрузка Подъезжают вот так вот у нас грузовички И здесь мы вот так вот их заполняем Различными товарами Различными всякими там ящичками и коробочками И это прикольно, ребят Это действительно прикольно Здесь у нас тоже получается Небольшой такой склад Здесь побольше Здесь поменьше, окей Вот тут у нас что? Охранник, наверное, ребят, сидит Или что? Здесь Аааа, я понял Здесь у нас обедают сотрудники Потому что здесь небольшая кухня вот такая Столики стоят То есть если мы устали Если у нас обеденный перерыв Мы сюда вот заходим Покушаем Отдохнём Интересно, а сверху комната отдыха Или что? Так Ну-ка, ну-ка Ещё какие-то столики Welcome Непонятно Ребят, наверное, здесь сидит какой-нибудь босс Или вот, знаете, самый главный в этом отделении И уже отдаёт команды Отдаёт приказы Такое может быть, ребятки Вот так вот Ну, на самом деле, я ожидал сверху комнату отдыха Ооо, вот такой вот балкончик, ребят То есть можно посмотреть вообще, как происходит вся работа И это вот действительно классно, ребятки Это действительно прикольно Так, у нас здесь просто свет, да Как я понял, включается Да, и больше ничего Так Ага, всё Немножко запутался Вот здесь мы с вами ещё не открывали Но здесь просто вот обычные вот такие вот Ага, необычные, ребят То есть здесь прям, смотрите Прям вот у нас фургончик Фургончик у нас стоит И мы сюда как бы засовываем всякие ящики, коробки и так далее Ну слушайте, ребят Знаете, почему мне понравилась эта постройка? Потому что она масштабная И самое интересное, что она продумана Она действительно продумана Такое есть в реальной жизни Я уверен, есть вот такие вот отделения Где вот это всё происходит И это действительно прикольно То есть автор не просто что-то придумал А ещё повторил постройку Из реальной жизни В скрипт механике А я это очень сильно уважаю, ребятки И ценю И это мне действительно очень нравится Нифига себе Ещё вот так вот всё открывается Неплохо, ребят Действительно неплохо Ну давайте попробуем покататься Вот на такой вот маленькой машинке Оп, съезжаем И поехали, ребята На хорошей Оооо, нифига Нифига себе Как её заносит, ребят Ну, эта машинка, конечно Небольшая по размерам В общем, вот такая вот у нас постройка Я думаю, что вот эта постройка Должна понравиться реально многим Ну а на этом, друзья Наверное, мой ролик подходит к концу Я хочу пожелать вам всем Всего-всего самого наилучшего Не болейте, ребята Обязательно напишите в комментариях Какая постройка из сегодняшнего выпуска Вам понравилась больше всего Также, друзья Не забывайте подписываться на канал Ставить колокольчик Вступать в мою группу ВКонтакте Оставлять положительные комментарии И, конечно же Ставьте большие пальчики вверх А на этом у меня уже точно всё, ребятки С вами по-прежнему был Овер Я желаю вам всем всего-всего Самого наилучшего Не болейте Хорошего настроения И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok